Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный журналист, главный редактор лучшего радио «Цвизильбер», а на связи со студией тоже замечательный журналист, писатель, публицист, драматург, сценарист Марк Котлярский. Марк, рада тебя приветствовать, добрый день! С наступающим праздником! По поводу радости, гордости, у меня как раз к вам первый вопрос. Сегодня была опубликована информация в ряде израильских СМИ под заголовком «Мир с надеждой смотрит на Израиль, вакцина работает». Это действительно замечательно или мы бежим немножко впереди паровоза? Цви, давай с тебя мы начнем сегодня. Ну, на самом деле, то, что было опубликовано сегодня, это исследование... Клолит. Это база данных Клолит, да, там миллион двести тысяч базы данных, миллион двести тысяч человек, но это исследование было проведено под руководством Рана Беллицера, профессора Рана Беллицера, совместно с одним из ведущих эпидемиологов США, который из Оксфордского университета, по фамилии Лившиц, вылетело его имя, которые проверили всю вот эту базу данных и установили, что действительно снижается заражение, заболевание с симптомами, снижается на девяносто два процента, и это, в принципе, соответствует тому результату, который был получен во время тестирования Байзера вот до того, как она получила лицензирование, и мы видим, что все последние результаты очень хорошие. У нас недавно вышло другое исследование, где проверяли иммунитет через две недели после второй вакцины, и там вообще результаты потрясающие, до девяносто восьми процентов снижается, например, смертность, летальные исходы там и так далее. То есть, да, наши базы данных используют для того, чтобы провести вот это двойное слепое рецензирование, рандомизированное, да, как это положено, да, чего не успели сделать, когда лицензировали вакцину, просто потому что не было времени, да, потому что что это такое? Это значит, что выставляется некое исследование, и специалисты, ученые должны давать на это рецензии, да, не зная, кто автор исследования, а автор исследования не знает, кто его будет рецензировать. В этом, собственно, состоит смысл и сравнение с контрольной группой, с группой плацебо, что тоже было сделано. Поэтому можно считать это последним этапом, завершающим этапом лицензирования вакцины Pfizer, и действительно это, ну, я не знаю, мы, в принципе, это и так знали, но это еще одно подтверждение того, что вакцина работает с очень высокой эффективностью. Марик, хотел тебя спросить. Наш премьер-министр на днях выступал и заявил, что мы хотим достичь цифры 6,2 миллиона вакцинированных. Нужно, чтобы дополнительно привились минимум еще 1,2 миллиона человек. Это при условии, что у нас полностью вакцинирование прошли уже более 3 миллионов человек, две дозы, и одна доза 4,5 миллиона на сегодняшний день. А где взять эти 1,2 миллиона? Где эти резервы? Дети? Ну, на самом деле, их еще хватает. Если ты помнишь, вообще население Израиля составляет около 9 миллионов человек. Совершенно верно. Поэтому, во-первых, известно, что достаточно низкий уровень вакцинирования в арабской среде. И кроме этого, как ни странно, мы об этом уже говорили, достаточно есть серьезное противодействие в среде выходцев из бывшего СССР. То есть, так сказать, это тоже следовало из опроса, который проводили, кстати, американские социологи. Видимо, здесь у них действительно сейчас на Израиль смотрит весь мир по разным параметрам. Так что, по большому счету, резервы есть. Да, и сейчас поэтому развернулась широкая кампания прививочная в арабском секторе с целью привлечь и стимулировать арабское население к прививкам. В частности, используются для этой цели врачи-арабы, которые, так сказать, рассказывают о пользе прививок. Вот. Рекламная информационная кампания достаточно широкая. И нечто подобное, но в меньшей степени, к сожалению, происходит на русской улице. Но это, я думаю, отдельный разговор о том, что есть достаточно сильное противодействие этому. И существуют серьезные группы противостояния в соцсетях, в Фейсбуке в частности, которые ведут такую очень мощную, достаточно серьезную, антипрививочную, порой истеричную, я бы даже сказал, зашкаливающую за пределы разумного агитацию и пропаганду. Поэтому, на самом деле, резервы есть, Саш. И я думаю, что вот по оценкам коронавирусного кабинета, если все будет нормально, то где-то к началу апреля Израиль уже вернется к обычной нормальной полноценной жизни. И вот то, что говорил Цвика, я к этому присоединяюсь. В данном случае я с ним полностью согласен. Да, действительно, Израиль оказался впереди планеты всей. И, так сказать, одним из... и первым, первым, я подчеркиваю, выйдет, вернется к нормальной жизни. Опять-таки, при всех там издержках, проблемах. Ну, понятно, такое случается впервые. И понятно, что проблемы, издержки, без них нельзя. Марик, я оттолкнусь от того, что ты сказал. В принципе, ты повторил слова нашего премьер-министра, который тоже буквально вчера об этом говорил, что вот есть у нас план, пятиэтапный план выхода из кризиса коронавирусного. Мы будем первыми в начале апреля экономику откроем по этому плану Цви. Скажи, пожалуйста, а может быть, это все-таки предвыборный трюк нашего премьер-министра? И он желаемое выдает за действительное? Смотри, это вопрос, на который нет простого ответа. Просто потому, что мы не знаем, что такое корона. Вот мы практически уже почти целый год слышим про коллективный иммунитет. И он еще пока нигде не появился. Он не появился в Швеции, где главный эпидемиолог, который руководил всей эпидемией, сказал, что пусть побыстрее все переболеют, и будет коллективный иммунитет. Они все переболели, у них в 10 раз больше умерло, чем, например, в Израиле, и не появился. Теперь у нас уже 3 миллиона 200 тысяч провакцинированы двумя дозами. То есть у нас как бы мы уже за 60%. Теперь смотрите еще какой факт. Больничная касса Леумид провела очень интересные исследования. Они сделали сирологические тесты. То есть все, кто сдавали, все клиенты этой больничной кассы, которые сдавали анализ крови, этот анализ крови проверили на антитела. Но они проверяли только тех, кто не были привиты, кто не переболел официально, и у кого был отрицательный тест на корону. И в результате оказалось, что у 37% есть антитела. То есть это означает, что они переболели бессимптомно. Это очень много. И поскольку там довольно большая выборка, то можно сделать вывод, что у нас есть очень много народу, которые переболели и сами об этом не знают. Но пусть эта группа частично пересекается с группой вакцинированных. Но все равно у нас получается, что если у нас где-то 700 тысяч человек переболело официально, получается, что у нас где-то еще есть как минимум еще 200-300 тысяч тех, кто тоже переболели, если не больше. Это только по таким самым-самым маленьким прикидочным понятиям. А этот иммунитет коллективный не появляется. ЦАЛ провакцинировал 84%. И у них тоже есть новые случаи заболевания. В ультраортодоксальном секторе уже тоже говорили, что вот заболеваемость пошла вниз, по всей видимости, там уже действует эффект коллективного иммунитета. И опять там заболеваемость пошла вверх. Мы не понимаем механизмы. Мы не понимаем, почему по всем показателям у нас должно быть уже снижение, а его пока не происходит. Оно, видимо, произойдется еще с каким-то дилеем. Видимо, мы еще не преодолели этот порог. Поэтому, конечно, Вениамин Нетаньяу обещает, что сразу после выбора все нормализуется. Я вам больше скажу, очень многие из русскоязычных, которые еще не сделали прививку и по-прежнему сидят на заборе, они тоже уверены, что это вот еще месяц-полтора, и это закончится. А мы такие не привились, мы себя не будем рисковать подвергаться каким-то воображаемым рискам. Но мы такие дотерпели, и мы не провакцинировались, и все хорошо, и жизнь нормализовалась, сняли маски и вернулись к прошлой жизни. Этого не будет. Мы будем вакцинироваться еще 3-4 раза, где-то раз в год. Поэтому, как только это дойдет до людей, люди пойдут вакцинироваться, потому что таких идеологических антипрививочников их единица. Это какие-то маргиналы, это какие-то люди, какие-то гомеопаты, астрологи, которые, раввины, которые, значит, делают себе пиар. К слову, одного израильского врача, который в социальных сетях выступал активно против этого всего дела, его лишили лицензии. Ари Авни, да. Но я считаю, что здесь, в этом контексте, обязательно подчеркнуть. Он, да, по образованию врач, но он давно переквалифицировался в гомеопаты. То есть он маг. Это очень важно. Причем он был одним из центральных гомеопатов. Он давал свои лицензии другим гомеопатам на то, что в Израиле не требуется на гомеопатии. Ну что такое гомеопатия? Гомеопатия, это очень многие путают. Очень многие думают, что гомеопатия – это лечение травами. Нет. Иногда травники, которые занимаются лечением травами, они сидят вместе с гомеопатами. Гомеопатия – это не лечение травами. Гомеопатия – это лечение экстрактом из печени утки барбариски, которая была там, эта печень извлечена там много-много лет назад и разведена 1 миллиграмм на миллион литров. То есть это магия. Это фактически эффект плацебо. Если ты в это веришь, и ты начинаешь думать, что вот я принимаю эти сахарные шарики, оно не вредит. Но если эффект плацебо работает, значит, кому-то это помогает. И вот это то, что называется гомеопатия. Это не травы. Многие травы содержат биологически активные вещества в себе, и их эффект давно известен, доказан. Никто ничего не имеет против лечения трав. Но гомеопатия – это магия. Это не лечение травами. И вот этот врач, который был врачом, стал гомеопатом. Кстати, от того, что его лишили лицензию на медицинскую практику, он не особо-то и пострадает, потому что он занимается гомеопатией. А на гомеопатию не нужна лицензия на медицинскую практику. И это очень важно подчеркнуть, что он врач, он когда-то, да, он получил образование, но потом он перестал быть врачом, он стал гомеопатом. Он публиковал статьи против химиотерапии. Не надо делать химиотерапию, надо принимать имбирь или там витамин С. Вот. То есть, ну, представляете себе уровень человека. Марк, тебя хочу спросить. Ты человек, которому не чужды демократические ценности. Меня лично, например, повергли несколько в шок предложение о том, чтобы, предложение нашего Минздрава, о том, чтобы те, кто пребывает, граждане страны, пребывающие за границей, чтобы не уходили на карантин специально отведенные отели, а им будут одевать на руку, на ногу, я не знаю куда, браслет и отслеживать их, как уголовников. Скажи, пожалуйста, это решение проблемы? Мы совсем в период коронавируса отказываемся от нормального существования? Ну, во-первых, это пока предложение, которое не утверждено, и я не думаю, что оно будет утверждено, но у меня такое ощущение, что это, Саш, это надо увязывать, это предложение, увязывать все-таки с определенной степенью раздолбайскости самих израильтян. Во-первых, известно, что очень многие, немногие, не знаю, у меня нет точной статистики, но случаи были, когда израильтяне, которые должны были бы сидеть после прилета из-за границы, две недели карантина, на самом деле не сидят, и становятся тем самым потенциальными источниками заразы. Понимаешь, как бы тут надо вообще посмотреть и определиться, дело даже не в этом электронном браслете, а дело в том, что надо определиться прежде всего с приоритетами, что для нас важнее всего. Для нас важнее всего здоровье общества, и в этом я с Викой совершенно согласен, у нас сегодня вообще как-то получается, что мы с Викой совершенно не противоречат, что странно. Обычно у нас как бы есть какой-то элемент пикировки, а сегодня просто вообще такое ощущение, что мы сговорились. Марик, извини, я тебя перебью, но Сталин тоже заботился о здоровье общества по-своему. Саша, ну ты перегибаешь палку. Почему тут встал? Во-первых, у нас никто еще эти браслеты не вел. Во-вторых, как правильно Цвика говорит, пока люди думают, что это их не коснется, и, так сказать, они и выступают за разные, там, якобы подрывы демократического существования, там и так далее, и так далее. Вы говорили с этим случаем, с этим врачом, вот Цвика рассказал достаточно подробно, какой в кавычках это на самом деле врач. А случай, который произошел с невесткой одного из самых активных сторонников, антипрививочников, у кого невестка умерла. А после этого... А сладко и шатрица. Да, совершенно верно, да, молодая, красивая женщина. А после этого был еще один случай, когда заболела молодая девушка, тоже, так сказать, активно топящая против прививок. Ты понимаешь, в чем дело? Ведь дело в том, что здесь есть одна дилемма. Дилемма заключается в том, что, безусловно, гражданину должны быть гарантированы права и свободы. Но ответ мне на один вопрос. А если этот гражданин несет угрозу, то есть, как правильно Цвика сказал, то есть, огромное количество бессимптомников, но бессимптомники могут тоже быть источниками заразы, не зная сами этого. А если эти люди, которые не прививаются и приезжают из карантина, из-за границы, не садясь в карантин, несут себе угрозу всем остальным, а что тогда делать, Саш? Марик, но если мы говорим о сохранении каких-то демократических принципов, то нужно хотя бы употребить формулировку согласия этих людей, а то, что предлагает Минздрав, там нет этого слова. Саша, это решение еще не утверждено, и это в виде какого-то некого... Я не думаю, что оно будет утверждено. Такой же вобль поднялся по поводу зеленых паспортов. Но в любом случае, я хочу сказать, ты зря сосредотачиваешься на частности. Смотри глубже. А глубже ситуация заключается в том, что все равно надо что-то предпринять. Потому что, вот правильно Цвика сказал, у нас нет коллективного иммунитета. Вот это все эти россказни о том, что он появится, а он не появился. Он не появился, и что тогда делать? То есть тогда что? Пустить это на самотек, и пусть они заражают всех остальных? Это хорошо говорить, когда от тебя это дело не коснулось. А когда у меня, например, двое моих близких знакомых умерло, трое даже от ковида. А когда несколько человек переболели очень тяжело. Понимаешь? Когда это касается тебя лично, ты понимаешь, что окей, да бог с ней с этой безопасностью. Саша, аэропорт Бен-Гурион самый безопасный аэропорт в мире. В какой-то степени эти проверки нарушают свободу личности. Но, прости меня, лучше я буду знать, что аэропорт Бен-Гурион самый безопасный, чем хватать за грудки охранников, рвать на груди волосы и говорят, что мою свободу кто-то нарушает там. Но волосы на груди не у всех положим. Бывает такое. Мы это видим уже последние 30 лет, когда современное общество отдает предпочтение безопасности, поступаясь при этом какими-то личными правами и свободами, многие из которых остались чисто декларативными, такие как тайна вклада, тайна врачебной информации и так далее. И так далее. Смотрите, вот, например, в 2016 году в Калифорнии была вспышка кори из антипрививочников. Они не хотели делать прививки детям и началась вспышка кори. Быстро в Калифорнии приняли закон и эти люди были очень серьезно поражены в правах, они подавали в Верховный суд, не помогло. Детей не пускали в школы. Как же право каждого ребенка на среднее образование? Детей не пускали в школу без прививки, родителей штрафовали, родителей не пускали на работу без того, чтобы они привили детей и так далее. Очень быстро это закончилось, они все быстренько привились, ну, кроме там, может быть, каких-то идеологов. Но все это было, понимаете, все это сегодня подается, это все вещи очень идеологические, но они поддаются, поддаются под маской какого-то некоего здорового образа жизни, йога, вот мы питаемся праной, космической энергией. Мы знаем депутатов КНЕСТа у нас, которые... У нас левитация, мы висим над землей, такие мы чистые, такие мы это вот. Веганство вот это двигается, как будто это полезно для здоровья, хотя нет, веганство это кашрут, это религия, да, и абсолютно не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни. Точно так же и там, они от вот этих каких-то духовных практик, они переходят к тому, что неприкосновенность тела, ни в коем случае не надо лекарства, не надо прививки и так далее, и так далее. И в 19-м году Всемирная организация здравоохранения назвала антипрививочников одним из самых серьезных вызовов для медицины в 21-м веке. И вот мы видим плоды, это все разрастается, цветет пышным цветом на плодородной почве социальных сетей. И это с тем, что нам приходится иметь с этим дело. Я лично считаю, что все-таки надо воевать не карательными какими-то мерами, не дискриминационными, не поражением в правах, а как раз-таки вести разъяснительную работу. Да, вот видели, наверное, этот ролик человека, который лежит в реанимации, ну, он в реанимации еще с кислородом и просто плачет и говорит, почему мне не объяснили, вы недостаточно объяснили, что надо прививаться. Вот ему недостаточно объяснили. Значит, все-таки надо это объяснять, надо продолжать эту разъяснительную работу, а к каким-то ограничительным мерам, к поражениям в правах надо прибегать уже, по-моему, в самом крайнем случае. У меня напоследок к вам, друзья, один вопрос. Я надеюсь, вы не коротко, не долго будете на него отвечать. Хотя Марк в первом, в ответе на первый вопрос сказал, что это отдельная тема. Я имею в виду отказы от прививок в определенной части русскоязычных израильтян. Я почему задаю этот вопрос? На днях я участвовал в одной зум-конференции, посвященной проблемам пожилых репатриантов. И для меня, опять же, шоком было, когда я услышал, то, что целые хостели, целиком, в полном составе, отказываются идти вакцинироваться. Жители этих хостелей, где проживают практически только русскоязычные израильтяне. В чем причина? То, о чем ЦВИКа сказал, недостаточно агитации пропаганды, или, наоборот, чья-то агитация пропаганды, в том числе на партийном уровне, берет свой верх? Марик. Я думаю, что и то, и другое, и третье. И, что сказать, к сожалению, вот в этих хостелях, в которых, насколько мне известно, в этих хостелях, где это работает, там и число больных, инфицированных, намного больше. Я проявился, просто я застыл. Да, ты немножко завис, Марик. Я хочу повторить тогда. Да, мы тебя слушаем. Да, меня было не слышно. Я говорю, я знаю по опыту жены, она работает в хостеле. И у них как раз-таки хостель нормальный, они там нормально, у них там все привились, и там случаев инфицирования и заболевания нет вообще. То есть нет там вообще. А вот, насколько мне известно, те хостели, которые действительно отказываются всем скопом от прививок, там есть случаи заболевания, и есть случаи заражения, есть случаи серьезных заболеваний. И, к сожалению, это факт, который существует. И действительно, Саша, работает на самом деле и то, и другое, и третье. Политики, которые призывали, говорили о том, что прививки это ерунда, и ковид это обычный грипп, и вообще не стоит обращать на это внимание, и ходить надо в людные места, и заниматься спортом, когда все сидят дома. И, короче говоря, так сказать, спекулировали всячески на этой теме. Ни к чему хорошему, к сожалению, это не привело, и в дальнейшем тоже не приведет. ЦВИК. Я думаю, что это, во-первых, человечество не успевает, я имею в виду, массовое сознание не успевает заноучить техническим прогрессом. Мы можем видеть, как очень многие новшества, которые появляются в нашей жизни, встречаются в штыки. Можно вспомнить мобильные телефоны, помните, сразу появились эти теории, что это облучение, что это рак мозга вызывает. Уберите антенны. Да, борьба с антеннами мобильной связи. Я могу сказать, что, допустим, когда появились стиральные машины, то же самое, было такое движение, но в Советском Союзе не было, поскольку там вообще никаких движений не было. Например, в Америке говорили, что это вредно, что это рвет белье, что это может взорваться, убить вас и ваших детей, что это... И так далее, и так далее. Но со временем массовое сознание, значит, доросло. Прибавьте к этому социальные сети, где живут всякие конспирологические теории, всякие теории там, живут самые бредовые. Вот, что бы ни показалось тебе реальным бредом, да, это все в социальных сетях есть. Причем лейтмотив очень многих вот этих теорий, он состоит в том, что ученые врут, историки врут, эксперты врут, политики врут, а вот мы знаем правду. Да, вот мы знаем правду. Почему? Потому что социальные сети, в общем-то, уничтожили экспертов как явление, как сущность. То есть, к экспертам никто не прислушивается. Почему? Потому что эксперт может тебе привести миллион тонн всяких доказательств, и против него выйдет какая-нибудь домохозяйка и скажет, а я плевать хотела, ты все врешь, это все вранье. И вот у меня есть другое мнение, значит, правда посередине. Он говорит, ну как, если у вас есть другое мнение, докажите, приведите какие-то доказательства. А я не собираюсь. Вот оно у меня есть, значит, оно существует, значит, правда посередине. И вот что с этим делать? Я не знаю. И по всей видимости человечеству придется решать каким-то образом этот вопрос, потому что некоторым людям комфортно с осознанием того, что вот я элитарен тем, что вот никто не понимает, никто не знает правду, а вот я смог разгадать эту загадку, я понимаю, как все устроено. Человеку, человек ищет какие-то простые ответы на вещи, которых нет простых ответов. И вот когда ему дают, а это потому, что рептилоиды, «О, вот, вот так оно и было». И я не знаю, что с этим делать. Это, по всей видимости, должна произойти какая-то эволюция этих социальных сетей, потому что я, например, не представляю, что надо какие-то запреты, удалять публикации, которые сообщают в фейк-ньюс, потому что всегда мы сталкиваемся с вопросом, кто будет модератором, кто будет решать, что такое фейк-ньюс, а что такое право на свободу слова. Поэтому я не знаю, у меня нет простого ответа. То есть здесь, по всей видимости, должна произойти еще какая-то эволюция. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Единственное, я хочу вам, дорогие телезрители, сказать, что на телеканале Ютон ТВ выступают все-таки эксперты. Домохозяек у нас не бывает. Поэтому смотрите Ютон ТВ. До новых встреч. Спасибо. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова